Реинкарнация 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 И я никогда не задумывался, кто же раздает такие подарки и главное для чего. Ну, а что касается дежавю, тут не все так однозначно. И накрывает меня это состояние или эффект не только на Кольском полуострове, но чаще там. А еще память, она у меня какая-то странно выборочная. И я помню себя, ну, наверное, с того момента, как мне было, может быть, год, может быть, полтора. А, помню, случай был, везла меня маман в ясли. Причем еще не в группу, где было много малышей, а на карантин. Вот кто-нибудь из вас помнит или хотя бы знает, что такое ясельный карантин? А я помню. И вот, везет она меня такая на санках, дело зимой было. А я лежу, абсолютно беспомощный кулек. Причем я ей даже платок описал, который был завернут. Такой толстый, шерстяной и ужасно колючий. В клеточку. А она то ли на работу спешила, ну да, на работу. В общем, на одном из поворотов я из санок-то и вывалился. И улетел в сугроб. Ну и, естественно, максимум, что я мог делать, это орать. Но я очень хорошо помню, о чем я думал тогда. Вернее, что меня больше всего раздражало и даже злило. А злила меня эта маленькая беспомощная тельца, которая не может на данный момент, ровным счетом, ничего. И помимо этого, я помню еще массу случаев. Просто этот я привел как пример. Скептики, конечно, скажут, что все дети практически, ну или большинство детей, помнят яркие моменты своего детства. Но я-то помню и не яркие. Причем, если попробовать это описать, то происходило это следующим образом. Ну вот, как будто у тебя раздвоение личности, и вот та твоя взрослая личность, она спит и периодически просыпается. А усыпляет ее другая личность. Вот тот самый маленький обыкновенный ребенок. И в итоге ребенок побеждает. Он как бы форматирует диск С, но какие-то кластеры остаются. Однако вернусь к своему основному повествованию. Что такое реинкарнация? Я, как и все, знал из книжек, фильмов. Ну и так, не придавал этому никогда особого значения. Где-то там, в Тибете, какие-то ламы якобы перевоплощаются. Ну и все в таком духе. И все было бы хорошо, если бы не мой сколиоз. В общем, разболелась у меня как-то спина. Вот болит и болит, болит и болит. И срочно мне понадобился, ну, либо массажист, либо костоправ. Обратился я к друзьям, мол, так и так, есть у кого кто. И мой друг Димка, он же Муля, порекомендовал мне одну тетушку. А получилось как? Вот он мне ее сегодня порекомендовал. Я ей позвонил и в этот же день к ней приехал. Я допускаю, что какая-то предварительная информация у нее обо мне была в общих чертах. Но, как говорится, не до такой же степени. А все началось буквально с порога. Заходим мы с Димкой в ее кабинет. Ну, обыкновенный массажный кабинет, как у всех врачей. За столом сидит женщина. Ну, такая, лет 40, может быть, побольше. И что-то то ли пишет, то ли читает, я уже не помню. И тут она поднимает глаза и буквально вздрагивает. Ну, знаете, так обычно бывает, когда человека внезапно напугали. Смотрит на меня, причем испуганно, враждебно. И говорит, а тебе-то что здесь надо? Ну, я поначалу, конечно, опешил. Думаю, нифига себе приемчик. А Димка тоже стоит такой. Просто глаза по полтиннику. Аж не дышит. Я смотрю на нее в недоумении. Ну, и говорю, спина болит. А у тетки этой, за спиной, как будто тени выстроились. Ну, наверное, существ так с десяток. Словно армия телохранителей. Причем я понимаю, что это не люди, это какая-то хрень вообще. И эта хрень сейчас на меня набросится. Да и тетка тоже. И тут за долгое время проснулся тот второй. И он, то есть я, то есть он. И говорит, успокойся и убери эту мелочь. Ты же знаешь, она ничего не может мне сделать. Я пришел, потому что у меня болит спина. Я не знаю, что это было. На вождение или какой-то морок. Но внезапно все прекратилось. И только ошарашенный и смущенный муля стоял и хлопал глазами. Ну, а потом мы как-то оба смущенные, и я, и эта тетка скомканно распрощались. И мы с Димкой поехали домой. По дороге я ему, конечно же, высказал все, что думаю об этом. Он мне, естественно, что-то отвечал, мол, ну я же не знал, что так получится. И вообще не понимаю, что происходит. А потом у него зазвонил телефон. И после дежурного алло он передал трубку мне. На проводе была та самая тетка. Вы, говорит, извините, что так получилось, но это было неожиданно. Ну, я имею в виду, что придете именно вы. Да неужели? Усмехнулся я. А что, простите, во мне такого удивительного и неожиданного? Тетка помолчала несколько секунд, а потом ответила. Я не могу вам сейчас ничего сказать, потому что, видимо, вы ничего не помните. Но вы обязательно вспомните, потому что те места, ну, по которым вы ходите, это же прогулки по памяти. Какие места? Какие прогулки? Эта тетка опять меня начала вымораживать. И я уже было хотел повесить трубку, как вдруг она спросила. Кстати, а как спина? Да вы издеваетесь. Оборвал я разговор и повесил трубку. И вот тут до меня дошло. Спина-то у меня не болит. Ну, и я давай пытать Димку. Что это за тетка? Откуда она взялась? И все такое. Ну, и оказалось, что она, у него и его брата, что-то вроде семейного доктора. Ну, и экстрасенса по совместительству. Ну, а то, что Муля ей в принципе ничего рассказать не мог, я ручаюсь. Дело в том, что все события, о которых я уже рассказал вам в других сказках, и о которых еще не рассказал, им только предстояло произойти. Я же на тот момент всего лишь подобрался к перекрестку, еще не зная о том, что это такое. Ну, а перед тем, как перейти к продолжению своего повествования, я хочу задать вам простой вопрос. Вы никогда не задумывались над тем, что означает присказка или поговорка «в него вселился бес». Обычно так говорят, когда либо вы, либо ваш знакомый или приятель совершает какое-то действие, не свойственное ему, причем неожиданно. Но все-таки чаще это касается вас самих. А вы вдруг ни с того ни с сего совершаете какой-то поступок, неважно, слово это или действие, а потом долго думаете, а что это было, я ли это вообще. Знакомая ситуация? Ну, а теперь подумайте, зачем вселяться тому, кто никогда не выселялся? И кто же все-таки из них вы настоящий? Однако продолжу. С той поры, как мы пообщались с этой теткой, прошел, наверное, год, а может быть и два. В общем, произошло это после того, как мы с Лехой-музыкантом, побывав на перекрестке, столкнулись с явлением, которое, ну, давайте назовем это «Хрономираж». В сказке «Исполнитель желаний» я подробно об этом рассказываю. И вот, значит, где-то в сентябре иду я в гараж, и звонит мне Леха, и говорит, тут с тобой теща моя хочет поговорить. А до этого он как-то между делом говорил мне, что у него теща ведьма. Ну, не как все тещи, а самая настоящая ведьма. Передал он ей трубку, и вот тут началось. Ошарашила она меня, как говорится, с порога. В общем, суть ее монолога, а это был именно монолог, потому что я потерял дар речи, заключалась в следующем. Что оказывается, в своей прошлой жизни и не так давно я жил в Германии. И вот, как сейчас четко помню ее слова. Вы, говорит, только не обижайтесь, но мне нужно сказать вам одну важную вещь. Вы были офицером и служили на этом моменте. Она замялась, подбирая слова. В СС, но это не СС. Вот тут я в очередной раз впал в полный ступор. Дожили. Но забегая вперед и как бы оправдываясь, я скажу, почему она так сказала. Хотя я понял это намного позже. О существовании НСКК я узнал, ну, буквально года три тому назад. Благодаря товарищу майору. Так вот, по своим полномочиям, эта структура даже превосходила СС. Только задачи были разные. И вот именно поэтому Лехина ведьма, о, простите, теща, сказала так, как сказала. В СС, но не в СС. А потом она начала говорить примерно то же самое, что говорила предыдущая тетка-экстрасенс. Что, дескать, я хожу по памяти, и не преследует ли меня постоянное ощущение дежавю. Я был настолько ошарашен, что воспринимал эти слова как поток ее сознания. Нет, ну нормально. Уже второй и абсолютно посторонний для вас человек сообщает вам такие радостные известия. Дескать, ты это, не переживай, но в прошлой жизни ты был военным преступником. Ну, а так-то, в принципе-то все нормально. И вы что думаете, она на этом закончила? Ага, сейчас. Был еще и десерт. Под конец своего монолога она мне сообщила, что меня благополучно убили, и мои останки до сих пор лежат на Кольском полуострове. В общем, кое-как, и не сразу, я переварил эту информацию, ну и как-то даже не принял ее, ну кто бы такое принять-то смог, а отложил скорее в сторону. Прошло еще какое-то время, может полгода, а может год, и я хоть убей, не помню, кто прислал мне эту фотографию. Но я точно знаю, что тот, кто мне ее прислал, ну, он, скажем так, был не из ближнего круга соратников, а так, случайный интернет-знакомый. Причем сделал он это без какой-то задней мысли, ну так, в виде шутки. Мол, глянь, как этот Ганс на тебя похож. И служил там. И вот тут меня опять проняло. Посмотрите на Ганса, который весь в белом. Я не говорю сейчас о его лице, вернее, профиле, о его ухмылке. Тут все-таки можно найти хоть какое-то объяснение. Ракурс такой, или что-то в этом духе. Я сейчас даже не об этом. Посмотрите, как он стоит. Ну, а теперь я попробую пояснить. Дело в том, что я точно так же стою и делаю это всегда. Причем вот точно так же ссутулившись. И это процесс абсолютно неконтролируемый. В 14 лет на тренировке, прыгая с трамплина, я неудачно приземлился. Последствием этого стал винтообразный перелом обеих костей со смещением и двумя осколками. Жутко звучит, не правда ли? Ну, а если перевести все это на обычный язык, в труху. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Сказка совсем не об этом. Скажу лишь одно. Вот эта вот дурацкая поза, последствия этого перелома. Ну, а жизнь тем временем продолжалась. И все было бы ничего, если бы в 2018 году мы все не оказались бы в определенном месте. Я сейчас говорю об остальных реинкарнантах. И тут даже не столь важно то, что все мы собрались с разных концов нашей страны. И все у всех сложилось. Важно еще и место, где мы собрались. Я по известным причинам не буду его раскрывать. Но для понимания ситуации скажу. Ну, вот представьте, собрались бы мы все, ну, допустим, в Рейхстаге. Или же на территории воинской части, где мы все служили. Только происходило это не год, не десять, не двадцать лет назад. А совсем в другой жизни. Так и это еще не все. Некоторые реинкарнанты в этой жизни, мало того, что впервые встретились, так еще там же и познакомились. Окончательную ясность или смуту внес, безусловно, товарищ майор. Тогда он, естественно, ничего не сказал. Я не могу утверждать, знал ли он заранее, или для него самого это было открытием. Пути майоров неисповедимы. Все случилось буквально после того, как мы разбежались по домам. Он просто прислал нам фотографии с припиской. Как хорошо, что мы сегодня собрались. И самое забавное даже не то, что есть очевидное внешнее сходство, но и то, чем мы занимаемся и занимались они. Также совпадают наши нынешние и их прошлые специализации. То есть совпадение не только по внешним факторам, но и по самой сути каждого члена нашего кружка. Хотя насчет каждого члена я несколько поторопился. Ну, а какая сказка может быть без капельки жути? Я вот, например, теперь точно знаю, где находится моя могилка. Мы там все лежим. Ну, а в качестве ответа на ваш вопрос, какого лешего вы вернулись и почему вам не спится, я скажу так. Мы пришли с миром.